Время ставит нас перед новым вызовом, вызовом, который испытывает на прочность многие государства, союзы, а также дружественные и экономические отношения между странами. Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом, какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Беларусь. Не будет вопроса, кто мы, а будет один вопрос, где мы, где наше место. Место наше здесь, и чего бы нам не стоило, нам надо отстоять это место. Оно принадлежит уже не столько нам, сколько нашим детям. В мире идет борьба, жесткая, даже жестокая, за территории, ресурсы, рынки сбыта, за историческое наследие и сферы влияния. Мы впервые за всю историю независимости находимся под прессом беспрецедентного информационного давления. На кону безопасность людей и суверенитет государства. Я говорю прямо и без двойных смыслов. Уже через месяц мы будем определять судьбу нашей страны. Если только мы пойдем по навязанным сценариям, вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, мы перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями. Белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками. Белорусами, которые всегда опирались на исконные традиции в культурной, научной, производственной, политической и общественной жизни страны. Я только что сказал, через месяц вы и только вы будете определять не то, кто будет президентом. Вы будете определять будущее своей страны. Мы с вами прожили вместе четверть века. Как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали и растили нашу молодежь, которая, к сожалению, разнородна. Но так было всегда. На нее обижаться нечем. Если где-то она не такая, значит, недоработали мы. Знаю, что у старшего поколения, среднего поколения, те, кто работает, трудится, живет, как и основная масса людей, они правильно оценивают ситуацию в стране. И я все больше встречаюсь с людьми, мыслящими, умными людьми, толковыми, трудягами. Все больше и больше чувствую какую-то жалость себе. Они пытаются меня в чем-то успокоить. Так вот, я вам скажу главное. Я уже наработался. Я уже наелся этой президентской доли. И я в этой президентской кампании не потому, что я, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строил. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн. Мы живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. С других стран завидуют наши братья россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось. Это сделали мы с вами. Поэтому 9 августа вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос. Лукашенко приходит и уходит. Будут другие. А жизнь на этом клочке земли должна продолжаться. Поэтому отбросьте все эмоции. Сегодня не до эмоций. Сегодня играют на ваших и моих эмоциях. Сегодня используют так называемые новые технологии, интернет и прочее. Мы должны показать, что мы белорусы и хорошо разбираемся в всяких хитросплетениях интернетовских. Мы должны достойно пройти этот период. А вы должны определить, с кем вы дальше будете жить и как вы будете строить свою суверенную и независимую страну для своих детей.